здравствуйте дорогие друзья девочки мои подписчицы и случайные зрители моего канала сегодня хочу показать вам свои сумки ну как бы тема такая навеяла спросили меня как про сумку и я решила показать все свои сумки что у меня есть какие были в начале сейчас вот много сумок как вот каких-то маньячек таких сумочных у меня нет но все равно так вот скопились скопились кое-какие сумочки но сейчас покажу и натуральные и ненатуральные чем все у меня есть так но что у меня давно давным давно я принесла я и ей имя уже как бы и не пользуюсь вот особенно этой сумкой вот привезла ее из турции это очень давно очень давно еще мы с бывшим мужем ездили когда очень давно она уже такая помялась у меня не знаю просто лежит просто лежит от натуральной кожи конечно такая мягкая на все ручки ручки похуже качество ну тоже все натуральная кожа вот здесь вот так вот она застегивается здесь на кнопке такой карман большой и что-то там еще лежит о даже зеркальце такое лежит этом ним а я думаю куда же я его дело это мне муж дарил когда мы еще с ним встречались вот такое увеличительное зеркальце она была красивая со стразами такое вот подарочки когда мы сможем встречались у меня такие оригинальненькие подарочки делал он мне еще спрашивала где твою зеркальце ну как-то все в глаз что-то попадет грузеркал где твое зеркальце игры честно говоря не знаю в какой-то сумке ну вот нашла хотя этой сумкой не пользуюсь а зеркало лежит вот салфетки даже лежат общем не знаю что найдешь так и здесь вот средний как такой большой карман еще вот такое отделение на молнии здесь на молнии все конечно хорошо очень сделано аккуратно качественно вот здесь такой для телефона кармашек все из натуральной кожи но как-то она мне уже не очень но то есть вот ее на плечо я раньше любила вот именно такие сумки носить на плече она достаточно такая вместительная большая ну а раньше как-то и модно было были вот такие вот моде были сумки большие вот а тем более когда ходишь на работу хочется и зонтик положить да и кошелек раньше кошельки толстые были и косметичку и все тут до вся жизнь в твоей сумке как бермудский треугольник девчонки да здесь и так вот сделано с ножками она у меня и и вообще мало носила как-то она не зашла мне хотя покупала вот понравилось да может еще и вспомню они только куда ходить я говорю если даже вот куда-то едем или я просто иду на прогулку я вот эту вот сумка почтальон и в нее пакет если я что-то вдруг куплю и положить а так телефон кошелек и не нужна эта огромная громоздкая сумка вот что ну вот сумка такая вот меня есть так следующую сумку которую я привезла из турции это вот такая сумка ну я конечно ее носила в пух и прах вот здесь такие удобные ручки вот там плоские ручки мне не очень нравится здесь вот прям как змеи такие ручки очень такая качественная сумка прям натуральная кожа кожа плотная но здесь она без ножек правда здесь уголки немножко уже пообтерлись но вот такая хорошая сумка она еще послужит мне в общем то может и буду носить удобная она вот так вот на плечо единственное что в ней неудобно вот она здесь вот такое отступление если молния была вот сверху ну она как бы вот скрыта ну и здесь два таких отделения ну как бы украли как бы украли вот этот вот площадь этой сумки если молния была выше в нее бы убиралась больше когда я работала ну конечно как-то прям у меня все впритык тут убиралась здесь вот тоже одно отделение там видите такое тоже на молнии отделение вот там что же что то есть клад найду он носовой платочек носовой платочек тоже надо вынуть слушайте даже носки куда вот я с ней ходила с этой сумкой даже носки представляете куда-то ходила с носками может сможет сапоги потому что носки такие плотные сапоги может быть примерять куда-то в магазин носки нашлись скорее всего так ну и второе отделение вот здесь для телефона но такая маленькое отделение раньше не было таких огромных телефонов и все здесь просто вот такой вот вот а там и средний вот такая ну удобная в общем то сумка если бы были молнии повыше вообще бы яйца не было прям красота и она очень легкая вот что мне нравится в сумках самое главное легкость если сумка тяжелая да еще в нее что-то положить тот же зонт же ну неприподъемно просто будешь ходить и плечо у тебя будет отваливаться это вообще как пушинка сумка очень классная я еще с ней конечно похожу и мне сама вот структуру нравится вот такая вот они анималистический такой принт не под кожу питон надо или крокодила крокодила скорее всего и плотная кожа плотная мягкая хорошая сумка турецкая так это вот из первых сумок которые я привезла из турции вот и последнюю сумку которую я привезла из турции ну я еще тоже вот работала и почему-то мне вот захотелось такую сумку хотя но это такой офисный вариант да но есть если мы куда-то едем по делам с какими документами что было в какую-то организацию там в налоговой когда-то вот ездили например ну зачем короче в какой-то организации когда нужно какие-то документы повезти она не очень громоздкая но в нее все убирается она тоже это она под питона по-моему черная это мы покупали когда ездили в аланию тоже с этим мужем мы еще с мамой когда ездили руя кундура магазин которым покупали какую-то обувь я уже не помню что мы там покупали ну покупали обувь и покупали вот купила я сумку себе вот такая сумка тоже удобная хорошая сумка но она такая жесткая она форму держит держит форму здесь вот такая вот такое отделение на кнопки и здесь есть еще и тонкие ремешки но я уже не взяла то есть можно ее и на плече носить вот и так я туда просто чтоб форму не теряла положила вот такая у меня еще сумка но у меня да я на алиэкспресс заказывала она натуральная но что мне ремешок от отвалился да вот видите отвалился ремешок хотела отдать в ремонт по собственно говоря она уже такая потерлась и я ее так туда засунула чтобы сумка не сминалась это вот ну и внутри тоже вот такое отделение на молнии вот так вот и в общем уже для большого телефона так вот все так отделано все очень и на молнии еще карман здесь боковой есть на молнии большой и сзади карман также на молнии видите такая вот сумочка такая ну красивая переливается она с такой обработкой вот знаете сейчас открою окно очень жарко дома сейчас открою окно вот немного надкидную сделала то невозможно ну и вот пока эта сумка у меня служит чтобы форму не теряла так что у меня дальше из натуральных из натуральных вот и из более ранних ну вот такая сумка это я уже заказывала на вал перес тоже это все натуральная кожа такой вот цвет ну как бы тоже не ко всему подходит то иногда хочется как такое пятно до внести в свой образ то есть такой цвет тоже он подходит цвет как называется не помню вот захотелось мне вот такой вот мякушечку такую вот сумочку прям вот хотелось и вот такие что были коротенькие ручечки и что была длинная ручка я иногда тоже в поликлинику и уберу так что чуть положить здесь молнии вот так вот идет ну там два кармана внутри ну такие вот карманы для телефона просто и один карман на молнии идет и вот сзади еще карман на молнии ну тут даже бахилы лежат то есть салфетки но я даже вынимать не буду потому что я ее в приклеен код еду иногда плоток носовой там лежит на всякий случай я ее беру вот такая сумочка можно на ремне вот можно так вот такая вот она вся такая дно у нее широкое вместительные вот она прям вся такая мягкая мягкая такая приятная приятная вот конечно я вам никакие артикулы оставлять не буду это было давно ну заходите наберите сумки из натуральной кожи и вам там много всего всякого разного выйдет и можете выбирать по своему вкусу так что еще вот это вот сумка но с которой я хожу вот она той тонкий ремешок сама сумка легкая вот у меня все сумки легкие если сумка тяжелая то все это не мое хотя у меня вот ну я уже ее выбросил конечно как-то угораздил меня иначе не скажешь я приобрела себе сумку ну вот прям понравился а мне раньше были в моде большие сумки ой какая как я с ней намучилась и такая она тяжелая если в ней в нее еще что-то положить но это вообще вот ну вот это я вам про нее тут рассказывала что как бы вот ее бы чуть пониже и чуть пошире ну буквально на сантиметр потому что у меня кошелек вот такой вот у меня кошелек плоский видите потому что много денег я не ношу так вот по мелочи и мелочи почти нет потому что сейчас расплачиваемся в основном картами пользуемся и здесь вот для ну как бы для мелочи вот здесь вот на молнии тоже заказывала на вал берез уже из натуральной кожи и тоже конечно давно уже мне вот он нравится но он убирается но вот вот так вот видите раз боком приходится его запихивать конечно там телефон еще убирается здесь также есть кармашек и на молнии один карман и еще вот то есть три отделения на молнии так сумка в общем-то удобная мне нравится да пакетик можно положить и взял кошелек взял телефон положил я два беру телефон у меня здесь один телефон ключи и как сумка по 4 почтальон руки свободны и сумка легкая все с вами вместе рядом то есть есть еще вообще вот такие длинненькие сумочки именно для телефона но там уже кошелек не уберется ну конечно можно там кармашек есть для карточек для денег можно так кто-то такими сумками пользуется но мне вот конечно чтобы убирался кошелек и телефон ну очки конечно сюда уберутся так вот удобно я сейчас перешла вот именно на эти сумки вот я хожу с ней зима там ранние весна или поздней осенью то есть вот черная сумка очень даже хорошо так берем подальше и вот про которую я вам говорила тоже вот сумка вот тоже я ее на валбер заказывала такого серого цвета серый она как по-другому цвет называется не помню видите она побольше ну ремешок пошире и вот не очень мне нравится здесь длинные ремень видите прям ничего страшного конечно его можно обрезать отдать мастерскую но не знаю я что-то ее редко редко ношу также сумка почтальон ее можно и на плечо и вот так вот как не слишком она большая но побольше чем это вот видите но вот так прилично побольше и повыше вот ну в нее и зонтик маленький уберется здесь вот видите много отделений так у меня что-то там а там пакет лежит вот здесь отделение то есть она прям до конца здесь у меня тоже вот права на машину и как его ключ от машины тоже вот на валбере заказывала из натуральной кожи такие как она ключница называется видите ой вот в ладонь убирается и здесь тоже отделение для карточек можно и вот здесь у меня под молнией сзади тоже вот так вот на молнии такое отделение приличное такая вместительная сумка много всяких отделений здесь тоже так здесь у нее карман просто такой открытый карман на молнии большой карман и еще на молнии боковой карман то есть карманов полно и фурнитура мне вот это вот нравится но тоже артикул не спрашивать потому что я ее не вчера не месяц и не два месяца назад заказывал то есть уже прошло какое-то длительное время по-моему я осенью давно так что артикула с меня не спрашивайте все это можно найти такая вот сумочка вот куда-то вот ехать да тоже все уберется тоже все можно взять с собой тоже натуральная кожа так из маленьких сумочек вот из маленьких сумочек и как бы не то что прям совсем из маленьких но вот это вот летний у меня сумочка я в ней с ней в турцию ездила вот тоже натуральная кожа здесь видите натуральная кожа Заказывала также я ее на Валберес. Здесь такой ремень, пошире даже, чем у черной сумки. Но очень тоже легкая. Вот сзади молнии, как я вам показала. И здесь просто вот одно отделение. Вот одно отделение. Здесь вот такой большой карман. Просто такая отделка кожей. И боковой карман на молнии еще. И просто вот одно такое широкое отделение. Тоже, ну, если маленький, зонтик уберется. Если побольше, конечно, зонтик не уберется. Ну, положить кошелек, телефон, ключи. Пудреницу какую-то. Ну, что-то. Все. И повесил ее, и пошел. Вот. Тоже прям удобно. Еще у этой сумочки есть даже вот такой ремешок. То есть, если при желании, можно этот отстегнуть. Пристегнуть вот этот. И просто вот так вот носить ее на руке. Вот так вот. Видите? Тоже удобно. Вот такая сумка у меня на лето. Или куда-то вот так же поехать можно. И документы сюда уберутся. Там паспорта положить. Все необходимое. Все уберется. Раньше, кстати, я ездила вот с этой сумочкой. У меня, видите, она очень давно у меня. Это не натуральная кожа. Она такая жесткая. Тоненький, тонюсенький ремешок. Ну, кожа не натуральная. Но все равно ничего с этим ремешком не случилось. Она качественная. Она была не совсем не дешевая. Совсем-совсем. То есть, вот такая вот у нее структура. Такая вот она жестковатая. Вот. Ну, с ней, конечно, не очень было удобно. Даже маска здесь. Ну, тканевая маска лежит. Здесь вот так вот. Видите, здесь карман. Здесь карман. Такой открытый. И посередине на молнии карман. Ну, она такая тверденькая. Ну, вот. Ее тоже можно как клач брать. Вот отстегнул. Вот куда-то, да, в кафе пошли. Или можно как клач взять. Вот такая. Вот ремешок можно туда спрятать. Внутрь. Можно отстегнуть. Вот. Тоже она у меня давно. Бывает же вот кожа не натуральная. Но она такого хорошего качества. И сноса ей нет. Вот такая вот сумочка. Оригинальненькая. Вот. Из самых давнишних. Вот у меня вообще с советских времен. Я даже не знаю. По-моему, она не натуральная. Даже вот отпечаталась. Какой-то был у нас корпоратив. Мы ходили в кафе. Я думаю, вот с чем идти? С чем идти? И что-то так вот зашла. Что-то бы такое не сильно дорогое. И... Ну, кожа такая вот. Прям как натуральная. Смотрится. Хорошая. Где-то я покупала в отделе. В торговом центре. В приличном отделе. И на них тогда были скидки. И вот я купила такую сумочку. Элементарно. Просто вот положить телефонный кошелек. Здесь вот такой вот есть ремешочек. Вот такой клатч. И просто вот такое одно отделение. Вот. Хорошая сумочка. Давно ее не пользовалась. То есть корпоративов нет. Ей не пользуюсь теперь. Так лежит. Вот. Еще. А я в этом году... Вот мы ездили в прошлом году. Осенью мы ездили... В октябре 23-го года мы ездили в Турцию. Летали. И сумочку ту белую я не брала. Я себе приобрела вот такой вот. То есть у меня есть рюкзак. Вот еще. Ну, как бы поменяла я. У меня есть рюкзак. И думаю, ну, ручная кладь там. Рюкзак за спиной. Я уже этот рюкзак, конечно, вам не принесла вам показать. Вот. Женский такой рюкзачок небольшой. И думаю, я приобрету маленькую сумочку, которую я положу в чемодан, чтобы там ходить. В магазин, на прогулку. А уже с рюкзачком уже так вот лететь. Туда и документы, и бутербродик, и водичка. Там какие-нибудь орешки, перекусы. Все туда уберется. Вот. Ну, так вот. А это что сумку? И документы туда, там карманов побольше, пообъемнее. И за плечо, ну, то есть за спину повесить. А эту сумку я просто взяла. Вот она, там написано, что натуральная кожа. Это, правда, Китай. Натуральная кожа. Ремешок, по-моему, не натуральная кожа. Вот. Но сама вот она такая. Видите, она перламутровая. Вообще невесомая. То есть она вообще, я не знаю, не весит ничего совершенно. Здесь вот три отделения. Видите, вот отделение. Что-то можно положить, да. Ведь идем там, например, на прогулку. Я и паспорта с собой, и деньги с собой, и все на свете. Да. И все вот по разным отделениям очень удобно. А летела я с рюкзаком. То есть вот такой вариант мне больше подошел. Здесь вот еще кармашек есть. То есть маленькая сумочка, но здесь столько кармашков. Прям замечательная. Она невесомая. И летом с ней можно ходить. Все уберется. В общем, классная-классная сумочка. Вот. Сама натуральная, да. Ремешок, ремешок ненатуральный. Так. Откладываем. Дальше что у меня? Ну, и тоже вот это мне подарил. Ну, как бы я выбрала. Но цвет, видите, она очень яркая смотрится на экране. Но она не яркая. Она глубокий красный цвет. Вот. Это сначала на сайте писали сначала Турции. Вот знаете, то ли где там их шьют, я не знаю. Натуральная кожа. Было написано Турция. Потом пишут Россия. Ну, вот сначала я и давно на них смотрела. На эту вот дорожную сумку, да. Здесь вот еще ремень такой есть. Который на плечо можно повесить. Можно его вот так вот. Ну, это мне дочь с этим как бы на день рождения подарили. Я заказала. Ну, сказала, что мне надо. Вернее, они мне деньги перевели. Я купила. Выбрала то, что мне надо. Ну, вот. Вот такую сумку. Вроде бы мне и не надо, да. Куда я езжу? Куда я хожу? Ну, вот поедем, да. Я возьму ее с собой. Вот. Ну, вот запала она мне в душу. И я все смотрела. Смотрела на нее. Цены там менялись. То дороже, то дешевле. То, значит, она была... Вообще не было ее, думаю. Ну, все. Ну, значит, не моя эта сумка. Не судьба ее уже приобрести. Я как-то заказала черную. Ну, посмотреть, что за сумка. И в черной она очень хорошо упакована. Ну, кто меня смотрит, я показывала. И пакет такой радужный прям переливается. И еще там в мешочке ручки все тут. Все вот эти замочки, все они замотаны, закрыты. И там вот были закрыты ручки. И там на ручке был брак. То есть, вот как будто кожа ободрана здесь. И я ее вернула. Вот. Ну, потом все-таки появились вот эти красные. Ну, говорю, не смотрите, что здесь камера искажает. Она глубокий красный цвет. Очень красивый. Очень красивый цвет. Прям темно-красный. То есть, вот здесь вот эти карман. Ручки очень такие прям вот удобные. Там внутри... А, ну, я вот этот вот пакет положила. Вот такой вот радужный пакет был. И еще в тканевом пакетике она была. Там, значит, вот так вот молния. Карман хорошо все отделан. Как вот в турецких сумках. Все прям здесь и на молнии огромный карман. И здесь еще на молнии карман. Вот. Ну, такая она вместительная очень. И еще, ну, вот ремень. Ремень вот такой вот. Больше ремня, по-моему, не было. Нет. Вот. Пахнет кожей. Все. Здесь ножки. Такая прям мягкая она. Ну, вот куда-то ехать. Вещи какие-то сложить. Вот. Ну, захотелось мне такую сумку иметь. Вот хочу и все. Да, вот в такой еще мешочек она была упакована. Вот. Элегант. Элегант стиль. Вот так вот. Ну, уже потом было написано почему-то Россия. Когда я их увидела, эти сумки, они были написаны, что Турция. Ну, может быть, совместное какое-то производство. Фурнитура здесь вот такая, видите. Все такое красивое. Все. Вот эта ручка, кстати, не натуральная. Но там все так и написано, без обмана. Эта ручка не натуральная. Вся сумка и эти ручки натуральные кожи. Вот. Такая сумочка. Люблю я ее. Люблю прям. Вот. И остались у меня такие сумки. От Эйвен. По-моему, одна от Фаберлик. Одна от Эйвен. Это я еще когда работала, я носила в ней вещи. Что-то я ее чем-то, чем-то повредила. Уже ее, по-моему, надо выбросить. Вот. Чем. То ли какой-то молнией. Вот видите. Это, естественно, не натуральная кожа. Ее, конечно, можно использовать, как сумку Шоппер хозяйственную. Ну, я с ней ходила на работу. Еще какие-то салфетки даже здесь есть. Там вот, видите, кармашки такие для телефона. Есть один карман на молнии. Такая подкладка мягкая. И ручки деревянные такие. Ну, так, в общем-то, неплохая сумочка. Я ходила с ней на работу. Все положу и еду, значит, с собой брала. Здесь вот еще ремень. Можно еще вот так вот, если она, например, незаполненная сумка. Можно ее вот так носить. Видите? Вот так. Ручки. И саму сумку через плечо. Достаточно такая качественная. Это вот вроде бы как Атееван. Атееван. Они были черные и вот такие. А я на лето вот так вот ее ходила на работу с ней. Обратно идешь, уже сумка полупустая. Я ее вот так вот носила. Какие-то вещи там положить тоже. Удобно. Ну, она вот обыкновенная, ненатуральная сумка. И еще у меня такая сумка. Ой, я же люблю такой принт. Это было тоже давным-давно. Это, по-моему, Фаберлик. Кто помнит такую сумку? О, жесткая она. Ну, смотрите, какая красивая. Прям вот красота. И что-то она была с хорошей скидкой. Я на нее давно смотрела. Но как бы я люблю натуральные сумки. Ну, а эта же ненатуральная. И еще вот эта цепь гремела. Я в нее шнур бродила. Такой шнур специально заказала. На Валберс, по-моему, шнур. Он кожаный шнур. Чтобы она не сильно гремела. Ну, конечно, вес прибавился. А так вот эти вот цепочки. Были бы они хотя бы вот так. Бывают, да? Ручки вот такие здесь кожаные. А дальше цепочка. А эта нет. И вот она, как она сделана? Она вот. Ее расширяешь эти вот цепи гремят. Ну, такая она вместительная кожа. Прям толстая. Ну, естественно, искусственная кожа. Ну, у нее вот сама вот структура. Смотрите. Ну, прям вот она красивая, да? Не знаю. Может, дочери предложу ее, если будет ходить. У меня дочь, вегетарианка, она не носит ничего натуральное. Вернее, из животных. Натуральные ткани она носит, предпочтение отдает. А вот сумки, одежду из натуральной кожи, обувь она не носит чисто принципиально. Ну, может быть, ей эта сумка и пригодится. Ну, хотя, видите, здесь ни молнии, ничего. Даже кнопки нет. Даже кнопки нет. И ее носить вот только через плечо. И тут вот все время это дело там узел заедает. Вот так через плечо-то, конечно, красиво. Очень красиво смотрится. Вообще классно. Классно. Ну, что-то вот так вот, да? Какие-то вещи носить. Предложу ей все равно, ведь лежит она у меня. А она, может быть, и будет носить. Смотрите, какая красота-то. Не налюбуешься. Прелесть просто, как сделано красиво. Ну, вот единственное, вот здесь вот как-то бы. Видите, она здесь на кольцах так вот сделана. Вот так, раздвигается. Ну, такая вот прям вот толстая. Ну, качество прям на высоте, я бы сказала. Кто брал такие сумки Фаберлик? Я ее уже брала. Она недорого стоила. Как-то все на нее смотрела, смотрела. Она что-то тысячи с чем-то все стоила. А потом, что-то такая была скидка большая. Чуть ли не в два раза. И я ее ухватила. Ну, она села буквально раза два. Надела вот эти цепи гремят. Я потом уже вот вставила эти вот шнуры. Кожаный под цвет. Такой вот тоже болотного такого цвета. Здесь коричневый. Ну, сумка, согласитесь, красивая. Ну, вот. Ну, вот и все мои сумки. Все я вам показала. Ну, кому понравилось, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. И вообще, как вы считаете, сколько сумок должно быть у женщины? Вот раньше, помню, в молодости у меня была одна сумка. И на лето, и на зиму, и на осень, и на весну. Вот. И ничего. Ходили. И сумка была не из натуральной кожи. Потом, правда, у нас девчонки ездили в Белоруссию, в Минск, в командировку. И привезли мне сумку. Она, по-моему, была... Мне кажется, она была натуральная кожа, такая коричневая, такой цвет, какой-то светло-коричневый такой красивый цвет. Она, ну, складывалась такая. То есть, она вот такая продолговатая. С торцов два кармана, так, на клапанах. И ее также через плечо. А при желании, можно, она вот так вот в длину увеличивалась. То есть, там было два ремня больших. И внутри вот эти вот два ремня, то есть, как сумка-шоппер. Такая была классная сумка. Спасибо девчонкам, что они мне ее привезли. Да, с удовольствием с ней ходила. Она была и легкая, и прям очень удобная. Помню, вот эту сумку я прям помню. Ну, тоже мы ходили, говорю, с одной сумкой и летом, и зимой, и весной, и осенью. Помню, была сумка такая у меня, как поцелуйчик. Тоже вот такие вот были ручки, правда. Ну, и всю искусственную кожу вот такими же плетеные были ручки. Поцелуйчик. Такая она была. Тоже вот с длинными через плечо. Тоже мне она нравилась. Еще, конечно, сумок было полно всяких. И тоже, как мешком были такие, тоже через плечо. Такие мягкие. Мешками, большие все время сумки были такие большие. Но всегда по одной сумке. То есть, одну на выброс. Вот. Одну, другую покупаешь. Да, были времена. Были такие времена. Может, у кого-то раньше было не по одной сумке. Но вот я что же знаю, вот с женщинами работали. У всех было так. У всех было так. Не знала я, что там много у кого-то сумок было. Нет. Так что вот. Сумок много. Ходить уже сейчас, в общем-то, и некуда почти. Кто-то, посмотришь, продает сумки. Ну, я думаю. Ну, конечно, а что здесь продавать? Нет, пусть лежат. Иногда, говорю, я то одну возьму, то другую. На разные случаи жизни должна быть сумка. В данный момент, я так думаю. Ну, хотя бы есть сумка зимняя, есть сумка летняя. И такая сумка, ну, как бы, ну, может быть, куда-то пойти по делам. Ну, опять же, это зависит от рода деятельности женщины. Да? И уже каждый выбирает по... Что было удобно. Вот, чтобы было удобно, чтобы, если работаешь, чтобы убралось там все. Я говорю, раньше сумка была в Бермудский треугольник. То, что туда упало, то, значит, вот так вот. Вытряхнешь, тогда что-то найдешь. Вот. Ну, ладно, дорогие мои. Спасибо, что посмотрели это видео. И всем пока-пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok